Всем привет! Сегодня новая подборка электроники из Китая. Думаю, что-то полезное и интересное вы для себя найдете. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых роликах, а в конце, как всегда, конкурс с денежным призом. Начнем подборку с интересного телефона Yumi London. Это телефон бюджетного класса, но с довольно хорошими характеристиками. Экран 5 дюймов с HD разрешением. Процессор 4-х ядерный MTK MT6580 с тактовой частотой 1.3 ГГц. Оперативной памяти 1 ГБ, а встроенной целых 8. Это, конечно же, немного, но можно всегда поставить карту памяти. Фронтальная камера, конечно, слабенькая, всего на 2 Мп, а вот задняя вполне нормальная, она на 8 Мп. Телефон поддерживает две сим-карты, батарея на 2050 мАч. Дизайн телефона очень стильный, с виду выглядит не как бюджетный смартфон. Сразу из коробки стоит Android версии 6.0. Цена 3680 рублей и более тысячи покупок. Если вы хотите себе приобрести наручные часы, то хочу вам показать достаточно необычный, но очень крутой вариант. Это футуристические часы от фирмы Синоби. Сделаны они очень качественно и аккуратно. На дисплее нету ни стрелок, ни цифер, есть только такие космические штуки. На часах, грубо говоря, два поля, одно отвечает за часы, а другое за минуты. По факту принцип стрелочных часов. На выборе есть, конечно же, два варианта цвета самого циферблата и ремешков. Корпус и ремешок сделаны из нержавеющей стали, также у них есть флагозащита. Цена 1157 рублей и две тысячи покупок. Следующий товар, это качественная экшн-камера, которая снимает видео в формате 4К. Это камера от фирмы Сяоми. Она очень удобная и хорошо выделяется на фоне конкурентов. У нее есть экран, что очень удобно при съемке видео. Его диагональ 2,19 дюйма. Запись видео в 4К, это, конечно, вообще круто, причем за такие-то деньги. Батареи хватает на 2 часа записи видео, что тоже очень круто. Но если вы собрались путешествовать, то сразу берите несколько аккумуляторов. Также в камере есть Wi-Fi и Bluetooth, поэтому можно подключать телефон и смотреть отснятый материал или следить за картинкой в режиме реального времени. Если вы едете на море или занимаетесь активными видами спорта, то это будет просто отличное приобретение. Но не забудьте прикупить скоростную флешку, если захотите снимать не в Full HD разрешении, а в 4К формате. Да и практически по всем параметрам она не уступает GoPro, а цена всего 11660 рублей и более тысячи покупок. Еще один отличный и очень популярный вариант бюджетного смартфона. Это DOOGEE X5 MAX и X5 PRO. Дизайн телефона очень хороший, есть белый и черный цвет. Сразу скажу, что MAX немного слабее по параметрам, а PRO немного мощнее. Процессор стоит 4-ядерный на 1,3 ГГц. Экран 5 дюймов с HD разрешением и IPS матрица, что очень круто. На выборе есть 1 ГБ оперативной памяти и 8 встроенной, или же 2 ГБ оперативной и 16 встроенной. Также из коробки стоит Android версии 6.0. Аккумулятор на 4000 мАч, поэтому его должно хватать на несколько дней использования. Также если вы решите взять X5 PRO, то он поддерживает 4G сети. Из плюсов есть сканер отпечатка пальцев, правда находится он сзади. Обе камеры на 8 Мп и снимают в принципе нормально. Цена смартфона 3680 рублей, а более мощная версия 4440 рублей и более 5000 покупок. Если вам вдруг нужен пульт для открывания шлагбаума, то есть вариант на Алиэкспрессе. Сейчас расскажу, как же им пользоваться. Для начала надо стереть имеющую информацию. Для этого нужно зажать две кнопки A и B и дождаться, чтобы диод мигнул 3 раза. После этого отпустить одну кнопку и нажать ее 3 раза, после чего диод начнет быстро мигать. Теперь вся информация стерта. Это подтверждается также отсутствием свечения диода при нажатии кнопок. Теперь можно скопировать код, берем оригинальный пульт и располагаем оба пульта как можно ближе друг к другу. Одновременно нажимаем кнопки на обоих пультах. На дублируемом пульте диод мигнет 3 раза, а затем быстро замигает. Это означает, что код записан. Цена 257 рублей. Решил показать обычный кнопочный телефон. Его особенность в том, что он на 4 сим-карты. Такой телефон может пригодиться тем, кому по работе нужно иметь несколько операторов сотовой связи. По факту про него нечего и рассказывать. Экран 2.8 дюйма, 4 сим-карты, поддерживает мп3 музыку и есть радио, которое работает без наушников. Хочу отметить, что есть версия телефона с русскими кнопками. Есть также камера, но смысла от нее вообще никакого нету. Аккумулятор на 1800 мАч. Для такого телефона это более чем достаточно. Цена 1500 рублей и более 1000 покупок. Следующий товар это достаточно интересные и симпатичные наушники. Качество звука очень хорошее, в них достаточно много баса, незаваленная середина и почти идеальный верх. В ушах сидят просто идеально и практически не чувствуются. Также есть вариант как с пультом управления, так и без. Цена 1050 рублей и рейтинг товара 4,9 из 5. Друзья, чтобы купить товары из видео со скидкой в 3%, нужно всего лишь воспользоваться кэшбэк сервисом Letyshop. Letyshop позволяет вернуть часть денег с каждой интернет покупки и не переплачивать за рекламу этих товаров. Лично уже пользуюсь давно и экономлю хорошие деньги. А также рекомендую установить расширение от Letyshops. Оно позволяет мониторить динамику цен и понимать где продавец вас дурит, а где предлагает реальную скидку. Скажу вам это очень удобно. Ссылка на кэшбэк будет в описании. Магнитный кабель для зарядки смартфонов на андроиде или ios. В комплекте как раз идет два штекера. Ваша задача просто втыкнуть штекер в телефон и не вытягивать его вообще. Тем самым будет защита порта от попадания различного мусора, который находится в кармане. Особенно очень удобно в машине пользоваться магнитной зарядкой. Чтобы подключить телефон достаточно одной руки. Просто подносим шнур и он сам магнитится. Точно так же и отключается. То есть если задеть шнур во время зарядки телефона, то скорее всего телефон не упадет. Но я лично это не проверял. Кстати, скоро будет отдельный обзор этого шнура на моем канале. А его цена на данный момент 378 рублей. Переходник для путешественников. В нем есть несколько вилок, чтобы в разных странах можно было зарядить свой смартфон или же другие гаджеты. Так же есть одна универсальная розетка и два USB порта. Переходник весьма компактный, продается только в белом цвете. Его стоимость 314 рублей и более 500 покупок. Следующий товар это мега популярные наушники. Более чем 34 тысячи покупок на Алиэкспресс. На вид они очень симпатичные. Провод плотный и в то же время мягкий. 3,5 мм джек имеет Г-образную форму. Сами наушники железные, увесистые в отличие от пластмассовых. Так же в комплекте есть сменные амбрюшуры. Качество звука на высоте, тем более за смешные деньги. Их цена всего 400 рублей. Мини ОТГ переходник. Суть данной штуковины в том, что она вставляется в любую флешку, мышку, клавиатуру и так далее. А далее подключается к смартфону. То есть можно закачать фильм на обычную флешку от компьютера и с помощью такой штуки посмотреть на телефоне. Особенно удобно при работе с документами. Аналогично удобно подключать мышку или же клавиатуру. Место такой гаджет занимает минимально, можно носить хоть в кошельке, хоть в кармане. Цена тоже не очень дорогая, всего 12 рублей с бесплатной доставкой и более 2000 покупок. Светодиодная подсветка. В принципе ничего необычного, кроме того, что питается она не через блок питания, а через USB шнур. Это очень удобно, если хотите ее наклеить сзади телевизора, монитора компьютера, рабочего стола и так далее. Так как в современных телевизорах сзади всегда есть USB разъем. В комплекте также идет пульт управления, на нем можно менять цвета и включать различные режимы работы. На выборе есть 1 или же 2 метра ленты. Цена 230 рублей за 1 метр и 330 рублей за 2 метра. Цифровой термометр. Он достаточно большой, экран качественный и с большими цифрами. Показывает температуру как в помещении, так и за его пределами. Также можно посмотреть время и влажность воздуха. Настраивается все очень просто, да и стоит он не очень дорого. 385 рублей и более 4000 покупок. Если вы хотели себе небольшой компьютер для серфинга в интернете или несложных задач, то есть отличный вариант. Смотрится он очень стильно и размеры реально впечатляют. Есть конечно же различные модификации, например i3 процессор или же i5. Кстати, процессоры седьмого поколения. Также есть различные варианты объема оперативной памяти, можно взять версию от 4 и до 16 гигабайт. А также можно выбрать объем SSD диска от 128 и до 512 гигабайт памяти. Графика здесь встроенная в процессор, поэтому в тяжелые игрушки не поиграть. Но повторюсь, для серфинга в интернете или же работы это то что нужно. Есть выход под наушники и микрофон. А также 4 USB порта версии 3.0, Ethernet, порт для монитора и HDMI. А для беспроводного доступа установлены две Wi-Fi антенны. Цены конечно же разные, все зависит от выбранной модификации, но можно купить от 14 и до 32 тысяч рублей. Если вам нужна зарядка для смартфона, то вот просто замечательный вариант. Во-первых, в нее уже встроен шнур, можно выбрать при покупке микро-USB или же Lightning. А также в ней еще есть 2 USB порта, поэтому можно заряжать одновременно 3 устройства. Сама зарядка сделана очень качественно и стоит 520 рублей. А теперь конкурс, по традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же киви кошелька. Условия поставить лайк, написать комментарий и быть подписанным на мой канал. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором ютуб канале. Все ссылки будут конечно же в описании.